Валерий А в Киеве свежее больше Вот живет, еле-еле бегает, все пахнет, пахнет Каждый день я работаю на кармане Ну сколько же вам можно еще работать, Валерий? Долго ли ты работаешь уже на Германию? На пенсию станешь выходить Что там, что тут, вот они все ругаются Пенсию, пенсию даже 60 лет пойдет, 60 лет Здесь до 67 вкалывать надо А мне вообще до 70 лет? А долго живут потом после пенсии? А после пенсии долго живут потом? Где? Да А там? Там? Не даже Сейчас еду к тебе, встает на остановке Рядом стоят две такси Из одного такси по-русски Мат-перемат несет Думаю, с кем же он там разговаривает на такси? Разговаривает с кем-то по скайпе Своей женой разговаривает Она говорит, ты когда приедешь до нового? Он говорит, да мне еще, говорит, смену Всю смену нужно отработать Она говорит, ну ты смотри Тебя Боря с Валерочкой ждут Он говорит, слушай, да я может сейчас задержусь Потому что, ну я не знаю, мало платят Она говорит, ну тогда я, ну слушай, могу на тебя обидеться Он говорит, ну блять И выключил телефон Вот так же таксист Таксист Одно слово таксист А по Сане Кузакова скучаешь? Время будет пухом Он такой был, где уже мягко характер Но музыкант был хороший Самое интересное другое, что вот на этом планке, который я не показывал, там стоят два телефона и адрес, бог с ними. Но я вчера пытался дозвониться, ни до одного, ни до второго не дозвонишься. И начал проверять телефон, а телефон там цифра одна неправильно сделана. Вот у меня подозрение, а не специально это он сделал. Наверное, но что, для полноты, конечно, в имидже все же должно выглядеть как у этого профессионально, правильно? Алло, здрасьте, как вас? Алло, здрасьте, да. Ну тут что делаем? Вот тоже наш парень русский. Привет. Привет, всем привет. Вот это вам доказывалось. И теперь ты хочешь попробовать в области журналистики и сам снимать. А что такое 2М, 3М? Можешь говорить? Ну это ты со временем разберешься. Да. Русские женщины, девушки особенно, они любят говорить, что немки страшные. И вот, идя по этому прекрасному заведению, обратите внимание, вот первая девушка. Так. Кто скажет, что она страшная? Давайте еще попробуем лепить страшных немок. Которые говорят, а, вот смотри, обратите внимание, это не важно. А таких женщинок мечтает Валерий. Ну, мечтать не мечтать. Они, кстати, похожи на русских. Это наши русские дамочки и девочки. Они думают, что сами страшные. Все. Можно сказать, что дети. Валерий, как передовому эмигранту, вы, конечно, сегодня делаете обед в китайском ресторане, да? Ну, это, конечно, шикарная еда. Вы все время кушаете, обедаете здесь, Валерий? Вот это же микро-белый пчеловек здесь. Просто фантастик. Знаете, мне дороже, чтобы сказать, мне гораздо дешевле, чем у нас в России. Почему у нас в России? А ты все время сравниваешь с Россией? Ну, я не хочу бесить причину, потому что мы русские, у нас менталитет наш. Какой-то вот такой. А мы, я тоже, я уже и не русский, и не немец. Какое дело мы с ним дискрутируем? Как пробить медиальную сферу на бобро? Так, а тебе куда ехать? А, да, там вот. А, у тебя там дома термин? Я в 3 часа. Ну, ясно. Вот, друзья, вот это магазин такой, ну, дешевый, немецкий. Ну, это во Франции. Шемнякины в сапогах, в кепке. Видим. Он там подсобирает людей, которых обучает. Вот. Кроме этого, и кроме этого, не кроме этого, а несмотря на это, как у вас еще мы пробовали, потому что они развивают какие-то скульптуры делают, маленькие. Чтобы на повсеместно продавать, понимаешь? А вот, а если брать многие люди, которые говорят, нафиг, это мне надо, зайдешь на фломарк, пушишь, с него не выйдешь. Или мы не можем там чего-то, да и подобное. Поэтому... Ну, тебе же не впадло на фломарк, правильно? Не продавать, не покупать. Вообще мой шпас. По-моему, это нормальный шпас. Бизнес, даже, если поговорить об этом, то это реальный бизнес. Да, я слышал тоже, что некоторые даже по 500, а то по 800 с фломарк заработают. Если даже не столько... Все родители, атака, людьми, которые приходят, ты уже знаешь, что на этот фломарк приходят. Ага, этот покупает для того, чтобы продать дачу в интернет, этот покупает для того, чтобы создавать свою коллекцию, этот покупает... Просто у него деньги лишние. Ну, свободное время, как убиваешь. Сейчас поеду шары кидать, как это и я-то называется, но модное, люди там соображают. Потом искупаюсь, море, тепло. А завтра дела надо делать. И шеф-ты махать. Наше общение как-то, оно чем-то опосредовано. То есть, либо мы общаемся должность-должность. Здравствуйте, ну, вы говорите там, Иван Иванович, Иван Петрович. Вы не говорите как два человека. Вы говорите как специалист, там, главный специалист со старшим специалистом. Все наше общение формализовано, а нормального нет. Либо это ожидание какой-то выгоды, там, от дружбы в кавычках и так далее. Продолжение следует...